Тут все пишут, что Смайл влюблен в Диану. Это правда? Ребята, всем привет! Вы на канале ЮНО на Леди Диана Ньюз и просто я в шоке! Вы не просто набрали 20 тысяч лайков под прошлым видео, вы набрали больше! Я в офиге! Вы такие умнички! Именно поэтому сейчас я готова презентовать вам новую переписку с другом Смайла. Если честно, я до сих пор не знаю, кто он, но сейчас вы все поймете. Погнали! В комментариях под прошлым видео многие писали, типа, блин, а вдруг это маньяк? Или очень много людей говорили, типа, блин, ничего страшного, если что, ты можешь его заблокать. И таких людей было большинство. И именно поэтому я ему все-таки написала. Но, ребят, я немножечко схитрила. Мне было страшно писать со своего аккаунта, поэтому я написала ему с фейка. Я хотела разузнать, чем он дышит, как он живет, потому что, а вдруг он реально маньяк? И знаете, просто представьте его реакцию, когда он будет смотреть это видео и будет просто офигевать. Поэтому обязательно досмотри это видео до конца, чтобы ты врубился, о чем я говорю. И да, ребят, не забывайте, что я пишу с фейкового аккаунта. Погнали! Привет, как дела? Привет, ты кто? Я человек. Не инопланетянин же. Мы знакомы? Нет, просто написала, давай познакомимся. И нормально? Тут ответ. Зачем? Реально, ребят, зачем люди знакомятся? Вот вы понимаете? Не, ну в нашем варианте узнать, он маньяк или нет. Ты не знаешь, что такое друзья в интернете? Понял. Сейчас будешь шпаривать какой-нибудь гиф. Я не лох. И знаете, ребят, мне сейчас его стало жалко, потому что, блин, видимо, ему реально кто-то передо мной впаривал чего-то, предлагал участие в гифах. И видите, он теперь людям не доверяет. Но я же не такая. Да нет, просто написала, хочу пообщаться. Я сейчас занят. Знаете, ребят, какой-то он суровый. Вам так не кажется? Мы с вами вежливые, поэтому я спрашиваю. А когда освободишься? Ну ок, через 20 минут. Ну хоть не морозится, и на том спасибо. Хорошо, напиши мне. И тут, ребята, проходит 20 минут, и он реально мне написал. Первый. Да что ты хотела? Просто пообщаться мне скучно. И тут я захотела узнать, как его зовут. Как зовут друга Смайла? И нормально так вот отвечать вопросом на вопрос. Сколько тебе лет? Короче, я взяла золотую середину и написала, что мне 15. А тебе? Больше. Мне кажется, что он какой-то скрытный. Имя свое не говорит, возраст тоже. Я ему пишу. Это секрет? Нет, просто больше. И у меня складывается впечатление, что он со мной просто не хочет общаться. Ты не хочешь общаться? Норм. Есть еще вопросы? И знаете, мне кажется, что это какой-то странный ответ. И я ему написала. Ты какой-то необщительный. Знаете, ребят, а вдруг он правда маньяк? Обычно пацаны нормально, адекватно реагируют, а он тут какой-то строгий, суровый, реально. Странно одним словом. И он мне отвечает. Я тебя не знаю. Ну ок, меня зовут Даня. Непонятно, ты поц? Нет, просто это сокращенное от Данья. Я Данья. То есть, по идее, он сейчас должен был понять, что я именно та Данья, про которую спрашивал у Смайла. Ответ. Хм, знакомое имя. И я у него такая спрашиваю. Ты знаешь кого-то с таким именем? Я думала, что одна такая. Есть блогерша, одна на ютубе. Я же фейк, правильно? Я спрашиваю. А что за канал? Лень искать. Мало того, что он грубый, так он еще и ленивый. Капец. Жаль. Может быть, это мой канал. Я продолжаю ему намекать, чтобы он меня наконец-то узнал и начал со мной нормально общаться. Прикалываешься? Нет. Мы побороли его лень. Он написал мне мой канал. Тикток Ньюс. Да. А как докажешь? Я решила взять его фишечку. Ему лень искать канал, мне лень доказывать. Никак. Мне лень доказывать. Слушай, я знаю Данью. Она сама бы мне написала. Ну так я и пишу. А почему не с основного ака? Единственное, что пришло мне в голову, это написать, что я забыла пароль с основного аккаунта. Фу. Ты фейк. Короче, это же понятно. Так, ребят, надо выкручиваться. Я сразу задаю ему вопрос. Ты знаешь Смайла? Угу. И, кстати, ребят, вам это ничего не напоминает? Где-то я это Угу уже читала. Слушай, тут все пишут, что ты и есть Смайл. Вернее, тот фейк Смайла. Это правда? Нет. Так зачем ты спрашивал, есть ли у меня парень? И, внимание, ответ. Берега попутала. Я тебя не спрашивал. То есть, он не верит, что я Данья. Знаете, ребят, сложно быть фейком. Ну ок, ту блогершу спрашивал же. Тебя это не касается. Тут все пишут, что Смайл влюблен в Диану. Это правда? У нее есть парень. Но он же набил тату с ее именем. Разве это не любовь? Хз, ты Лера? А это уже интересно. Нет, я же сказала, кто я. А кто такая Лера? Кто тебе дал мою инсту? Смайл. Так, это какой-то пранк. Лера, если это ты, то я тебя зарою. Я не Лера, и зарывать меня не надо. Уж чего удумал. Макс. То я Лера, то я Макс. Кто все эти люди? Макс, возьми трубку, вы меня пранкуете. Короче, он сейчас звонит своему другу Максу. И как же мне повезло, что он не взял трубку. И я решила подыграть и пишу. Макс отошел. Я одна с тобой переписываюсь. На все это. Скажи Максу, чтоб ответил. Как мне ему сказать, если я его не знаю? И тут мне просто приходит от фонарная идея, мысль. Просто я не знала, что на это ответить, поэтому я написала. Кстати, Макс говорил, что ты воровал булочки из школьной столовки. Это правда? И в ответ, в принципе, меня не впечатлил. Какие булки, хоре, прикалываться? Макс, я сейчас заблочу. И, короче, ребята, после этого сообщения он реально меня заблочил. Короче, он так и не понял, что переписывается со мной. Он думал, что он переписывается с каким-то Максом, Лерой. И так и не понял, кто я. И вы просто представьте, когда он будет смотреть это видео. И поймет, что переписывался реально со мной. И поэтому, если ты смотришь это видео, то, пожалуйста, разблочь меня. Короче, ребята, такой вот у меня получился выпуск, история. И я побывала на месте фейка. И давайте, ребята, так. Вы набираете 25 тысяч лайков, чтобы этот парень увидел, что вы хотите с ним переписку. И когда он меня разблокирует, я ему напишу. Тогда он уже будет знать, что я настоящая Данья. И мы поймем, что же он от меня хотел. Но на этом все, ребята. Я вас всех очень люблю. И да, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Я вас всех очень люблю. Обняла каждого. Пока!